С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 9 мая. День Победы. 9 мая закончилась берлинская операция. В ней были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7,5 тысяч самолетов. Потери оказались огромными. По официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в берлинской операции советские войска потеряли 352 тысячи человек. Но победа состоялась. 9 мая 1945 года на центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет Ли-2 с экипажем Семенкова, который доставил в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве проходит Парад Победы. Командует парадом маршал Константин Рокоссовский. Принимает парад маршал Георгий Жуков. День Европы празднуется сегодня в Европе. И тоже не случайно. Именно в этот день в 1950 году в условиях Холодной войны министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступает с призывом к объединению послевоенных европейских государств во имя развития и процветания в будущем. Это был прообраз Европейского Союза. О родившихся в этот день в 1872 году появилась на свет Надежда Тефи Лохвицкая, русская писательница «Сатирик». Ее творческий взлет связан с работой в «Сатириконе» и новом «Сатириконе» Аверченко. Тефи печатается в журнале с первого номера, который вышел в апреле 1908 года, до запрещения этого издания в августе 1918. После полутора лет скитаний по российскому югу, Киев, Одесса, Новороссийск, Екатеринодар, писательница с большими трудностями эвакуировалась в Константинополь, а потом добирается до Парижа. 1873 год – день рождения Хоуарда Картера, британского египтолога. В 1922 году именно он открыл гробницу фараона Тутанхамона в Египте. 1914 год – день рождения Николая Макарова, конструктора-оружейника. Пистолет Макарова считается одним из лучших массовых в 20 веке. Его талант позволяет создавать различные системы от пистолетов, доуправляемых противотанковых ракет. Авиационная пушка Афанасьева-Макарова – это один разворот, который заставлял американских пилотов спешно улетать. Многие десятилетия она защищала наши стратегические бомбардировщики. В 1924 году родился Булат Акуджава – советский российский писатель, сценарист, поэт Барт. Акуджаву наряду с Высоцким и Галичем считают одним из ярчайших представителей жанра авторской песни советской эпохи. В 1954, спустя год после смерти Сталина, Акуджава прочитал свои стихотворения на одном из творческих вечеров. И его произведения получили хорошие отзывы, вследствие чего молодого поэта начинает печатать в местной газете. И начинается великолепная карьера настоящего большого художника, выходца из эпохи 60-х. В 1932 году в этот день родился народный артист Игорь Ледогоров, в 1949 американский рок-певец Билли Джоэл, а в 1967 российский актер, кинорежиссер, сценарист, телеведущий Федор Бондарчук. События 9 мая. 1671 год. Знаменитый ирландский искатель приключений Томас Блад, более известный как Капитан Блад, похитил в Тауаре изумруды из британской короны. Об этой истории нам и поведал итальянский писатель Рафаэль Саботини в романе «Одиссея капитана Блада». 1791 год. Григорий Потемкин устраивает для Екатерины II грандиозный праздник в только что отстроенном Таврическом дворце. Программу праздника составили спектакли, танцы, ужин, фейерверк. Во всех залах дворца и в парке устраивают грандиозную иллюминацию. Для этого во всем городе скуплен свечной воск. Его не хватило. Пришлось закупать воск и в Москве. Гости не переставали восхищаться великолепным дворцом и богатством князя. Не забыли тогда и простой народ. У входа во дворец поставили бочки с вином и столы с закуской. 1914 год. Невилл выполняет первой Великобритании прыжок с парашютом из аэроплана. Прыжок Невилла, покинувшего борт аэроплана Грэхим Уайт Чарабэнк на высоте 610 метров с парашютом весом 18 килограммов и диаметром купола почти 8 метров, длится 2 минуты 22 секунды. 1960 в США поступают в продажу первые в мире противозачаточные пилюли под названием Энувид. Противозачаточные таблетки действуют со стопроцентной гарантией, утверждают врачи. Если их принимать каждый день, желательно в одно и то же время. Хотя, кто знает. 9 мая 1967 год. Впервые выступает на телевидении Алла Пугачева. В прямом эфире праздничного телепередачи «Будильник» она исполняет песню «Иду из кино». 1994 год. Нельсон Манделла избран первым чернокожим президентом Южной Африки. Этот пост он занимает до июня 1999 года. Он был поистине человеком-легендой. В Южной Африке его почитают как отца нации. Во всем мире как борца против апротеида и за человеческое достоинство. В 1998 году в Бирмингеме на песенном конкурсе Евровидения с песней «Дива» побеждает представлявшая Израиль певица-транссексуал Данна Интернешнл, которая ранее была мужчиной. Фестиваль постепенно превращается в соревнования самых смелых версий поп-бизнеса, вплоть до фриков от шоу. Ну и еще одно событие. 9 мая 1868 год. Небольшой городок на северо-западе Невады Рено получил свое нынешнее название в честь генерала Джесси Лерино, офицера северян. После конкурса на лучший девиз, проведенного в 1829 году, городок гордо именует себя самым большим маленьким городом мира. Известен он в первую очередь возможностью получения быстрого развода. Для этого надо прожить на его территории 6 недель. Герои многих книг и фильмов именно с этой целью стремятся попасть в этот городок. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.